Я начала в 14 лет употреблять и употребляла 14 лет. Меня никто никогда не заставлял, мне был просто интерес, в этом плане был интерес. Не было никакой агитации, что нельзя употреблять наркотики, что они плохо, что от них бывают ломки. Такой информации вообще нигде не было. Были только наркоманы и были наркотики. Первый мой опыт закончился плачевно. У меня была передозировка и меня увезли в реанимацию. Оттуда, когда мне стало легче, я благополучно сбежала и снова за наркотики. В нашем городе это было вообще распространено. В 90-е годы кололись вообще все. От мала до велика. В ту ночь, когда я заснула наркоманкой, а проснулась с другим человеком, в эту ночь за меня молилась церковь. Об этом я не знала. Они просто стояли на коленях на пролом, только за меня за одну. Для меня это чудо, потому что чудо это то, что в принципе не может быть. Наркоман никогда так не бросает. У него должны быть ломки. Хотя бы взять элементарные физиологические потребности, у него должны быть ломки. У меня их не было. У меня их просто не было. Я бросила и больше никогда не кололась. Я начала видеть нужду. Это до такой степени было выражено во мне, и сейчас оно также выражено, что иногда это болезненно. Я не вижу, допустим, эту девочку на качельке, качающуюся с бантиками, радостную. Мама там стоит или еще что-то. Я обязательно увижу голодного ребенка или я обязательно увижу потерянного ребенка. Очень много я детей приводила домой, потому что они потерялись. Мои глаза смотрят туда, и я нахожусь именно в том месте. Я ощущаю на физическом уровне, что какая-то собака хочет пить. Мне становится физически плохо от такой жажды, что я куда ехала, я просто останавливаюсь. Я ищу эту воду, я наливаю эту воду и ставлю этой собаке. И жить с этим очень тяжело. Иногда были такие моменты, что я прошу, простила у Бога. Я говорю, Господи, пожалуйста, освободи меня от этого чувства, видения и чувствования хотя бы на два дня. Я устала от этого. На теплотрассе сидит кто-то, потому что кто это, мужчина, женщина, я так и сначала не поняла. Дойдя до магазина, я явно почувствовала внутри, что у меня такой даже не вопрос, а приказ даже, наверное, так. Так, возвратись и забери ее. И я начинаю просто уже противиться сама себе, потому что это, ну, как бы я в мое внутреннее сказала. Я говорю, я не хочу, это же бомж. Это же, куда я его веду? Не хочу. И я просто не могла уйти. Я поворачиваюсь и иду туда. Я забираю, я просто сказала, пошли со мной. И она пошла. Нас обходили, просто обходили. Там был такой запах. Там даже на большом расстоянии это было, что просто до слез. Я соображаю, что мне надо сейчас взять кулек, заставить ее раздеться прямо у порога, потому что, когда я посмотрела, у нее вот так вот по телу, по лицу были блохи. Я ее, значит, отмыла, волосы ей побрила, потому что там невозможно было спасти. Я ее просила, я говорю, они у вас вырастут, я вам дам красивую шапочку. Все было молча, она мне ничего не рассказывала, я ничего не спрашивала. Мне нужно было ее вымыть, дать одежду, накормить, отпустить. С самого утра на протяжении очень многих лет я просыпаюсь счастливой. Только от одной мысли, что я не наркоманка. Ты просто обыкновенный нормальный человек, и ты можешь двигаться дальше, кому-то помогать. Это вообще круто.